друзья давайте рассмотрим типичную ситуацию вы купили кинотеатральный проектор ну например sony какой-нибудь 65 либо gvc n7 либо n9 топовые крутые проекторы которые я просто обожаю так вот поставили ресивер dolby atmos систему вас 514 либо 726 у вас экран 126 дюймов либо 135 крутая комната ну в общем кинотеатр по фэн-шую и как мы смотрим фильмы сейчас apple tv или может быть к xiaomi а как же 80 гиговый iso образа например джон века или концерт милен фармер ли фильм как она вам дастся с таким качеством а на xiaomi то или вы думаете ваш олед телевизор 75 диагонали схавы такой формат и такие объемы нет никак вообще раньше было по сейчас его нет но все-таки киноманов не бросили за 5 до за 5 французская фирма посмотрите на его логотип он напоминает мне супермена этакий товарищ который готов сделать практически все с видео аудио и выдать на ваш экран лучшее изображение давайте посмотрим так ли он хорош почему его признали лучшим плеером года и многие синие филы просто обожают его встречают по одежке и дизайн мне нравится ребят честно скажу вам он неплохой единственно что у нее нет экрана как так ну вот так как смотреть так как треки переключать если вы слушаете например аудиозаписи с выключенным проектором ну ладно ставим это на совесть за 5 все-таки они позиционируют его именно как видео устройство во всем остальном это металл он очень толстый он реально хорошего качества видно что это шлифованный алюминий шасси и она серьезная то есть эта крышка а по бокам грани они держат держит этот аппарат передняя часть очень толстая мне она нравится за исключение вот этой вот кнопочки она пластиковая мне вообще не нравятся пластиковые кнопки я считаю их ужасными разъем для наушников 6 и 3 до великолепно вы сможете воткнуть наушники если ваша супруга придет с разъяренными детьми которые не могут уснуть во время просмотра джона уика удобно что спереди есть юсби разъемы вы можете без проблем что-то быстро подключить например внешний жесткий диск посмотрим что у нас сзади самое главное что здесь два HDMI выхода но вы сами понимаете для чего их именно два не один потому что если у вас устаревший ресивер то вы можете пустить аудио он ли сигнал сразу на него а например изображение пустить на проектор либо на ваш крутой телевизор и кстати если у вас реально проектор уровня gvc n7 либо н9 то отпускайте лучше отдельным каналом видео изображения на него мне бросается в глаза юсби тайп си это прикольно что в таком плеере есть уже этот разъем он быстрый предлагает максимальную скорость вы можете подключить тот же самый ssd от samsung а сразу кабелем тайп си тайп си это реально круто еще у нас есть юсби 30 и юсби 20 минус этому аппарату что все-таки юсби могли бы сделать чуть-чуть побольше я понимаю что у нас еще есть два отсека для винчестера но тем не менее также у нас есть hdmi на вход 1 и оптический выход в принципе все что надо тут есть посмотрим что внутри болты классно сделаны просто великолепно запяти откройся и покажи нам что внутри кстати крышка тяжелая она из такого хорошего металла толще чем в хегеле запяти сделал крышку толще чем в интегральном усилителе за 6000 долларов но она точно не толще чем в брайстоне первое что бросается в глаза это то что трансформатор ниши образный нетроидальный он такой красивый на ленточно стержневом сердечнике его медная часть так и хочется его потрогать прикоснуться ну я не удержусь и все-таки сделаю это да простят меня инженеры запяти что он такой прям тепленький а шершавый радиаторы они поставлены немножко кривовато я так понимаю что это как раз таки охлаждение арм процессоров надеюсь что инженеры запяти имели какой-то тайный смысл ставя их под такими интересными углами они симметричны провод соединяющий две платы в обертке два радиатора на борту с двумя транзисторами но они небольшие но я так понимаю что и транзисторы не сильно горячие поэтому этого охлаждения вполне хватает и что интересно аудиофильские ничекон конденсаторы их у нас здесь аж целых пять штук притом каждый на 3 300 микрофарад для видеоплеера а все-таки запять это в первую очередь видеоплеер это конечно реально круто еще я нашел здесь два маленьких ничекона они совсем крошечный на триста тридцать микрофарад если я не ошибаюсь активного охлаждения нет это прекрасно ведь я ненавижу вентиляторы которые постоянно шумят балл накидываем инженером за пить и за то что они используют нижнюю крышку корпуса как радиаторы все разъемы хорошо закреплены и видно что можно даже этот аппарат потрясти точно ничего не вывалится не выскочит две королевские вайфа антенны похожие на хвост самолета су-27 например они реально огромные они безусловно помогут вам поставить плеер в любое место где есть хоть какой-нибудь маленький тоненький вайфай сигнал память юникса это круто она корейская обычно всегда быстрая помню времена в 90 всегда любил данные чипы за их надежность посмотрите на этот значок он крайне редок в таких устройствах это ай из эф а расшифровывается он как imagine science foundation эта организация была создана в 1994 году и задачей и является содействие в оптимизации качества аудио-видео продуктов для всех от крупных компаний до индивидуальных клиентов получить такой логотип достаточно тяжело такой шильдик говорит о том что устройство профессионально мы видим начальное меню запить и она очень простое три главных пункта это видео проводник и музыкой небольшой минус это то что при выборе они немножко увеличиваются это не совсем удобно даже на такой большой диагонали как у нас 126 дюймов попробуем музыку меню очень простое у нас музыка на локальном диске это samsung наш т5 мы находим нашу папку ну пусть это будет ru и его альбом blood сейчас запяти должен подгрузить обложки видим что обложки подгружаются включаем все очень просто вы можете перейти мотануть вашу песню если вы хотите добавить в любимые перейти в плейлист список воспроизведения все достаточно просто и понятно в плане интерфейса музыкального особых нареканий у меня нет по качеству звука к сожалению dsd файлы не прочитались это минус запяти а вот флэк великолепно виден мы видим сады наш альбом закачанного флаги все отлично воспроизводится опять же обложки подгрузились качество звука вы знаете мне понравилось воспроизведение когда я кидал оптический выход на отца на свой цаб райстен великолепное воспроизведение да это прям не супер high-end player для звука но тем не менее если вы не супер аудиофил то вполне этого плеера будет достаточно для прослушивания музыки более того вы можете установить тот же самый spotify либо тидал приложение и уже с помощью него прослушивать ваши любимые треки тем более у вас же android поэтому вы можете скачать практически любое приложение давайте зайдем магазин приложений android google play и например найдем тидал для этого конечно лучше использовать мышку с клавиатурой благо она очень легко подключается но если у вас нет под рукой bluetooth мышки то делаем вот так вот выбираем приложение выбираем тидал у нас здесь нет тидала все правильно он же не доступен для россии поэтому вам надо скачать apk файл и поставить его вручную ну а так в принципе мы видим что дезер предлагает нам какой-то против дал amazon music и заметьте интересно что даже можем поиграть на запите например установить какого-нибудь часовщика три ряда слушайте прикольно даже надо попробовать тот же самый telegram можете поставить на запите делаю реклам иви хорошее приложение я пользуюсь честно скажу но редко переходим главному виновнику это конечно же видео плееру данное меню очень удобно и для начала вам надо будет зарегистрироваться в запите ввести свой логин пароль номер своего плеера и тогда ваш плеер будет подгружать автоматически обложки подгружать видео это очень удобно причем жесткого диска и образы 80 гигов 50 для него нет абсолютно никакой разницы все очень удобно он сортирует фильмы сериалы последние что вы посмотрели по жанрам лучшие фильмы которые вы можете как-то отметить ну в общем классно то есть это такой аналог apple tv но только для больших серьезных кинотеатров да и просто для классных телевизоров мы сейчас перейдем в фильмы и увидим как классно он загружает обложки посмотрите причем он сортирует по коллекциям то есть у нас здесь есть джону и 2 отличный фильм видите он загрузил классную картинку на заднем фоне и сам фильм мы заходим него информация о фильме dolby digital поддерживает 5 1 4к кодеки в общем все круто и даже немножко есть информации о самом фильм а вот видите смотрите подгрузил еще подгрузил какую-то информацию 80 гиговый джон уик hdr 4к просто великолепное изображение посмотрите на эти тени это очень тяжелые темные сцены при этом за 5 отрабатывает их просто на 5 баллов рейтинг звук именно в музыке 7 баллов я бы не стал использовать его как основное устройство для воспроизведения звука но если вам надо как-то перехватиться и что-то где-то послушать то он вполне пойдет фильм уже звук на десятку однозначно потому что он очень мощный он качественный вы чувствуете все разделения дорожки dolby atmos просто потрясающий по качеству звучания мы тестировали на своем референсном кинотеатре 714 и я скажу что я просто испытывал вау-эффект я сравнивал со по 205 именно по качеству звука они очень равны чуть-чуть 205 опережает но учтите что все-таки это реально был один из лучших аппаратов и по качеству изображений по звуку там отдельная блок схема на звук а здесь у нас такого нет однозначно это референсный аппарат по качеству звука в кино девяносто девять и девять процентов киноманов его оценят очень высоко изображение 9 баллов мы сравнивали запить те в лоб-лоб с 205 и разница была минимальна до 205 был чуть-чуть лучше но совсем немножко я не буду лукавить и говорить что он лучше 205 ну реально об очень крутой аппарат но вы знаете чтобы заметить разницу вам реально надо будет вглядываться поэтому при правильных настройках при хорошем кабеле при хорошем источнике он выдаст реально крутую картинку который будет на голову выше чем apple tv либо xiaomi tv например он готов конкурировать и показывает лучшие результаты в сравнении с бюрей приводами поэтому сейчас часто я слышу ну почему пропали из продажи тот или иной бюрей привод зачем вам этот плеер ну пожалуйста вы можете без проблем взять любой файл любой образ поместить в него через съемный жесткий диск либо через винчестер который подключите напрямую в запить и вы получите вашу библиотеку она будет актуально она будет быстрая на порядок интереснее проще работать с ней чем вставлять этот диск блюрей вынимает там у вас класть на полку опять же много людей имеет большую фонотеку блюрей фильм я понимаю но все-таки лучше ее оцифровать и хранить вот здесь функционал однозначный 10 баллов у него есть все вы можете скачать абсолютно любое приложение на android пользоваться несмотря на то что android 6 версии ну это не мешает использовать практически все основные приложения телевидение youtube опять же свой плеер очень удобный каталогизатор все просто быстро понятно удобно красиво инженеры запяти очень хорошо потрудились над всеми этими функциями фишечками ощущается эффект присутствия вот этот вот эффект киноманов когда вот вы просто даже щелкаете на какой-то из фильмов и вам предлагают красивой обложке рейтинг кто снимался в этом фильме режиссер этот аппарат реально дает атмосферу кино надежность 9 баллов из 10 к сожалению он сделан в китае они например во франции поэтому немножечко минусуем но тем не менее то как он собран как он выглядит как сделаны его кнопки задняя часть понятно что это достойное устройство которое будет работать у вас долго тем более в нем нет активного охлаждения это безусловный плюс эргономичность 8 баллов снижаем 2 балла вот за этот вот пультик вот за это вот кнопку когда у вас появляется вот эта стрелочка и вы должны там рукой по экрану ее и лозить мне честно говоря это не очень удобно но вы можете подключить мышку на bluetooth клавиатуру и без проблем использовать его но опять же не у всех же есть мышка с блютуз ну а так в целом в принципе все удобно просто и понятно главный показатель соотношения цена-качество я считаю что однозначные 10 баллов потому что аналогов этому устройству на данный момент нет он может воспроизводить самые тяжелые фильмы самые тяжелые образы делать это быстро у него отличная библиотека плюс ко всему все это сохраняется в облаке если у вас несколько таких устройств например одно в вашей гостиной 2 в спальне вы можете смотреть общие библиотеки видно что инженеры запяти реально трудились если у вас серьезный кинотеатр серьезный телевизор о лет 65 диагональ либо выше если у вас большой экран у вас хороший проектор однозначно вам надо покупать запяти потому что конкурентов просто нет ну либо искать где-то опа 205 который стоит наверно сейчас районе 200 тысяч рублей я искренне рад что после того как опа ушел мир иной все таки есть плеер на данный момент есть компания которая предлагает реально изображение хороший звук фильмах по доступной цене более того в отличие от опа которых было всего два в линейке это 203 и 205 и перед этим здесь мы имеем очень большой модельный ряд вы можете начать знакомиться за 5 из 23 тысяч рублей и дойти вплоть до 100 и выше у них еще есть насколько я помню нас сервер большой где вы можете объединять просто терабайт терабайта фильм поставил бы я себе этот плеер домой безусловно да ну 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 ну